Для кого-то это просто драпировки, но для Умберто Мариани ткань – субстанция священная, чуть ли не основа основ мироздания. С нею можно сравнить и гладь океана, и покров облаков. Ткань сопровождает человека с рождения до смерти, и в истории искусства, по мнению художника, играет очень важную роль. 82-летний миланский художник лично приехал на открытие выставки. Несмотря на свой возраст, он полон силы и творческих планов. Как все итальянцы, обаятелен и улыбчив, и готов часами рассказывать о любимых драпировках. О том, как с детства интересовался одеждами святых, изображенных на византийских иконах и мозаиках, и мраморными складками античных статуй. Считая себя прямым продолжателем классической традиции, Умберто все же создает свои работы не из мрамора и смальты, а из более современных материалов. В последние годы в основном из свинцовой раскрашенной фольги, мягкой, податливой, сильно напоминающей реальную ткань. Он ближе к русскому искусству, к русскому авангарду, к тому, что делал Кандинский. Его абстракции можно сравнить и с иконами. Как иконы они изображают не реальность, а то, что за реальностью, что-то невидимое. Про художественное достоинство работ Мариани и его роль в современном искусстве можно спорить. Но одно очевидно – художник сильно интригует. Особо впечатлительные в его драпировках даже видят ни много ни мало аллюзии на главные христианские святыни – «Ризу Господню», «Туринскую плащаницу» или, к примеру, «Плат Святой Вероники». Умберто – один из немногих художников, кто начал создавать самые свои интересные работы в очень зрелые годы. Он в молодости экспериментировал много с разными стилями, направлениями, а к этим своим объемным драпировкам пришел относительно недавно, почти в 70 лет. Так как поздние работы лучшие, из юношеских приехала только одна, выполненная в стилистике модного в 60-е годы поп-арта. И тут интересное совпадение. Примерно в год создания картины 33-летней Мариани, проживавшей в тот период вместе с женой Финляндии, в составе экскурсионной группы впервые посетил Ленинград и Эрмитаж.